здравствуйте друзья у нас у вас на экранах американский частный детектив стив дудник и я пользуюсь случаем пока мы едем тут в автомобиле чтобы попросить стива рассказать о тех неприятностях которые ждут поджидают наших соотечественников если они себя неправильно ведут в америке я бы даже может быть начал с того что может быть они еще не приехали в америку но вот например там иммиграционное мошенничество вот может быть если с этого начать всем здравствуйте мы последствия делали видео в пиранском ресторане многие 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 добрые люди до удача хочу сказать что у нас есть группа в фейсбуке называется внимание мошенники это большая группа там более чем-то на 10 тысяч мемберах она разрастается и люди пишут в эту группу когда степень учатся какие-то проблемы ответить я и не хотят попасть в проблемы сдают вопросы и это касается все мошенничество криминала все либо какие-то проблемы даже можно отец фейсбуке внимание мошенники о чем хочу поговорить последнее время у нас в америке в нашем узкоговорящем комьюнери это не только флорид это калифорния это другие штаты развелось очень много помощников в миграционных делах это называем мошенниками и недопорядочными людьми вот или как по английскому сказать мистер почитать мизер почитать не то не зрелики вот некоторые из них сами прошли какой-то миграционный путь и теперь решили что они могут других людей это получите зарабатывать на этом деньги то есть это не лицензионная 2 3 зеронная царные лицензионные адвокаты и часто в фейсбуке вконтакте я вижу такие вот рекламные поможем сами как поможем писать историю поможем то поможем это работаем с миграционными адвокатами первое что хочу сказать это очень важно эти все отвертальники рекламы это нелегально потому что ни один человек без лицензии не имеет права нанять иммиграционного адвоката для другого человека для помощи ни один миграционный адвокат и поставить такую рекламу не поставил свой имени и фамилии адреса и номер их упал лицензии это лицензионные требования лицами требования и притом по закону не всеми государства как это выполняет русском комитете я не очень рискует этим по закону или чем адвокат делать какой-то какую-то рекламу он обязан реклампасах бар и банк должен быть вам опробовать так как многие адвокаты думаю что там-то русский facebook русский контакты никто этого не видят они это делают вообще партнер на пункте курить вам а только а вернемся к нашим товарищем да и проблемам проблемам и вот эти вот люди я грабы неоднократно это на радио fm уступление к вот в рашин тиви она будет очень осторожна потому что эти люди не имеют права давать какие советы ними право за это деньги они непрофессионально они где-то что-то на своем опыте получить и пытается этот опыт внедрить в те истории которые вообще не имеют никакого отношения к ними не имеет никакого опыта вот поэтому они берут довольно большие деньги знаю люди которые по 5 по 6 тысячи свои дела потому что они помогают писать историю за то что они помогают составить документы давать какие-то неправильные советы и отправить что потом получается в конце очень интересно часто получается что истории слизно одну по другую и миграционный офицер уже в виде что это фейк что это но видно что когда история повторяется когда если люди приехали с украины и там один и тот же врач только в разных регионах под одной и той же фамилии и практически одна и та же история справки в рамках это справка и много чего вот и часто такие истории проваливаются да конечно бывают шансы что миграционная служба это пропускает и люди довольны этим но они не понимают что рано или поздно этого миграционного мошенника поймают на заднем число пойдут и пойду за ним числом еще так потому что когда его поймает ему будет грозить какой-то срок ему предложит какой-то дел и в этом деле он должен будет рассказать всем кому он помогал всем кому писал истории человек будет оставать и пойду за всеми даже тоже получил гражданство да то придут избегут гражданцы более сейчас и трампе это очень актуально создали целый департамент который заниматься кинатурализации граждан насколько часто это происходит в практическом плане не в теории а вот сейчас очень часто сейчас при новой администрации очень часто я вижу постоянно там арестовали здесь арестовали постоянно это происходит сейчас я обами было немножко не так а сейчас она будет часто вот в общем-то в чем в чем в чем большая опасность и потом а если ваше дело было правильно на политического убежища пусть а потяни адвоката не выдавали какие-то легальных советов да и ваш псевдо адвокат сделал ошибку и дело вернули назад и вас проект миграционный суд вам все равно нужно только что против миграционный суд вы не пойдете в суд с псевдо адвокатом конечно не пойдете и все и и вы попадете два раза на деньги все сначала начало начинаю сначала но ведь то же самое происходит например вот скажем с эффективным браком да то есть есть люди которые помогают эффективным браком и потом их берут за жабры и они сдают все у меня такие истории были у меня недавно была история что женщина вышла ну я делаю следующая женщина вышла замуж за мужчину пошли с ним на собеседование он стал и ушел все потому что с расследованием и тут у нас уже пошла к нему на работу сказали то что значит обнимательный или ты вы исполнили на часа и что ему не за что и ничего ну так как он сотрудничество и всего за это ничего не было либо какой-то штраф или что причем он родился здесь их у никто и страны не выгонят понимать ему это бояться ну как ну так тюремного срока возможно так он боится ничего из рамейки вы не были а есть я честно говоря никогда не сталкивался но есть такое такой вид мошенничество когда есть помощь ну так сказать условно помощь именно в фиктивных браков предлагают так они конечно есть такие такие услуги у нас вами целом из по этому поводу работал они использовали русских сатин занимались воспользованием уже кубинца потому что кубинцы апролио и когда не приезжает в американский документ то использовали но проблема в том что сейчас опять виновой администрации расходятся такие тенденции что миграционная служба в пойти домой проверить и они приходят очень часто и приходят они спрашивают соседи они спрашивают security в билдинге они могут идти к вам домой все часов утра постучаться а вот где вашей вещи люди где-то как они находят сейчас это сейчас это участилось и вот тогда вот в это большая большая проблема не обрезать и когда приходили они у меня были случаи они миграционный адвокат но так как я детективе она и ходили к женщине которую муж дальнобойщик это почти где ваш муж на вспомнил от муж тракт драйвер туда-сюда как нормально прошло но проверяют это приходит и смотрят хорошо вот давайте я спрошу такую вещь я давно не не сталкивался с этим но вот когда мы только приехали там много-много лет назад среди людей которые там начинающие были все время ходили какие-то разговоры потом какие-то группы большие арестовывались в нью-йорке в лос-анджелесе люди которые делали мошенничество по части страхование автомобилей то есть они как бы искусственные аварии и потом как бы они лечились потом при том что они не лечились и все это накручивалось накручивалось это вообще опасно для человека вот если его втягивают такую схему а это опять любой любые игры законом они опасны они там у нас маями недавно пошла листавали группу узкоговорящих я не буду национальности за куда-то говорящий я тебя хорошо знаю потому что я был причастен немножко к этим наследами эти когда хорошо знаю они имели медицинский офис и они занимались вот этих но салт эксцентами вот вот эти металла форте часа и вставали и там там нормально это больше хорошей смене тайная правда не ведь семья не ходишь на глобу они такие по ненормальные люди не называю национально я сам и я просто я имею ввиду что можно и люди вот так хочется тем что они все сидят сейчас им дали там по пятому шейском диспетрую именно за страховую до газа и всех кто воспользовался их ними услугами услуга металла сана я вам больше скажу я очень много лет работал вот он и учил это прокуратура готовая заниматься medicaid фронт и в русском виде майами и у нас очень проходили большие аресты по поводу медики вот на как это что-то можно смешивать там много в этом машине что допустим было вы знаете это за эти чехом оттенда социально работник а то должна была приходить к старикам домой два раза в день по 45 минут до 45 раз неделю и они ходили уже чтобы нормально потом человек и что так это при навигейшем так сама форма тендент извините и фонтилл вот дождал поехать на витейшин и они не хотели сообщать компанию что они уезжают у тебя деньги не договориться стариками они приедут и за ними даже досмотры хотя они не понимали что они не могли свеков одних оставлять то что никто даме не приходил и они уезжали их не потом две-три недели они приезжали но при этом они пилами medicaid что они находили здесь ну конечно все равно чтобы быть на волкере и поехать навести трассе никого новосибирск а за это время получать на то у меня было так вот кейс у меня мы все забыла такая фонтал саджи санчана санчан вот и русские держали и у них очень было много пожилых людей на вносит или на медикейте они брехом банк пациенты оба да и не могут зайти из дома не больные а был 9 мая и агентство решил устроить своим старикам праздник они сняли им зал в ресторане где весь вечер этих он банк пациента танцевали пели и забыли что они банды и так вот такие вот вещи и чем кончилось почте что агентство закрыли хозяина посадили а ветераны которые ветераны многие эти потеряли бенефиты то есть тоже не даром не прошло я там не прошла там никому чуть не попросту получаясь такая история многие люди они как бы думают что вот им что-то можно получить так на халяву не понимая что они находятся в грубом нарушении закона им просто как это вот можно вот вот такие советники понимаешь но вот я хочу хотел когда в процессе медикейта до прошла до полу можно как-то работа по мотинам да и больше когда они уезжали на микейшин на корабле и они украли у медикейта 2000 до адвокатов 115 и то что они получили фелонии помыть от игры и там много чего и деньги пришлось вернуть и братья свечи разговаривали моим нашим мы хотели просто разговаривали обстить ими там упасть и мать зачем point до пократили больше зачем они на меня смотрели и они были в непонятиях что я слышал историю про человека я тебя спортсмен там он что он там 2 миллиона в год получал зарплаты при этом получал кустым а это тоже было и мое дело было да это было мое дело он хоккеист он уже небо хоккеистом и газа на хел жил в дорогом районе в дорогом доме ездил на феррари и вся его семья снял на медикейте и на футбол и на пустая по на всем сидит то есть он официально не имел доходов он нет вся семья его они ему тоже влечет то детали папа но тоже давно так стран не имел доходов вот мы как-то к нему пришли домой под видом работников медикейта и он еще нам рассказывал как все хорошо живет как у него контракты но то есть тут тоже кто-то ему сказал что он может это сделать вряд ли человек который получает кучу денег вдруг возьмут очень узказал это вот типичный я не знаю почему но кто-то научил но это это ментала читать и такой хорошая недавно расскажу да конечно в израиль приехал очень хороший мясник с одесского рейка там старый он был самый лучшим мистиком в одессе его взяли на работу на израильский рынок ему его по столу 5 килограммов мяса как продай там засушить но я чего не дает 150 шекель да как ты где-то ты делал карты где-то немножко перевесил там где-то косточку добал где тебя висы пальчиком он взял и уволит за что я тебе же до 50 шекелей больше принес вы знаете хорошие мистик но тот пишет а кому не спустя менять до ответа здесь половина русской торговли на это на этом стоит это у меня спросили им ответил почему люди тут у нас был мужик открыл русский магазин много лет назад но я не знаю больше лет 25 назад и он там тоже в этом бизнесе был в ссср и вот он на читать там весы были такие знаете но с чашечками так он на одну чашечку клал листик бумажки такой символ типа визитной карточки такой по размеру а на другую чашку он клал так лист бумаги знаете как квадратный метр причем бумага была толщиной миллиметра три то есть это было не бумага прям какой-то цемент этот самый шитрак плита вот и и вот он взвешивал там я думаю боже но но все же все же взрослые все понимают но он не мог по другому он ну как же так так мы возвращаемся проблемам которые могут быть у людей и как их избежать мошенничество возвращается муж сказали идти к лицензионным адвокатам а если почему люди попадают вот таким условно назовем их паралегулами значит потому что у него денег нет он хочет сэкономить адвокат говорит там шесть семь восемь десять тысяч за политическое убежище а вот такой говорит эти там за три тысячи напишу историю подручено первое да а так они когда не обещают обещает мошенник второе адвокаты уважающий свету да 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 и что и написать нельзя это очень большой а в третьих да не задействовать я позоверить заметить что мошенники и настолько меньше беру чем адвоката но на тысячу полтора меньше понимаете поэтому не настолько меньше может быть еще знаешь почему он пошел к адвокату к одному к другому третьему он приходит к адвокату и говорит мне нужно сочинить историю адвокат спасибо до свидания так другая до свидания этот человек говорит о чем речь мы тебе напишем такую историю судья будет плакать вот вот об этом идет речь вот это вот самый страшный такой вопрос почему человек который сочиняет историю сочиняют ее так чтобы она легко кололась там одни и те же люди одни и те же справки одно и он же запишите человека петли понимать пишут не потерпевший а пишет его я понимаю но почему аферист такой тупой что он подставляется под такую дешевую а потому что в голову больше ничего лезет раз так во вторых когда нету и что ее невозможно нормально написать это два а в-третьих человека не очень я знаю людей которые вот эти аферисты им очень интересны есть еще такое рассуждение я натыкался меня это как-то немножко напрягало но я слышал такую формулировку я сначала подам сам ну или вот с помощью кого-то и и если проскочит то проскочит я деньги сэкономить если не проскочит тогда мне придется идти в суд вот тогда я уже возьму адвокат возможно такое тоже часто бывает адвокаты говорят тебе сложно будет помочь поскольку уже есть какая-то канаба и ты и ты в ней находишься да это и делаешь намного тяжелее это это то почему адвокат не любит брать клиента от другого адвоката потому что уже нам наворочен и и хирург не любит брать клиента до полки да даже по себе это знание сделали агарат у меня что так да по другому хирургу не хотел брать вот значит вы конечно вот это идите первое вторая вещь о чем я всегда говорю своим клиентам читателям что вот уже пошел на парке будьте очень осторожны в социальных сетях ну-ка-ну-ка это интересно первое что хочу сказать а что для тех кто хочет получить я слышал истории что когда идешь визу получать они могут уже дальше на телефон отбирать учат еди сюда да можно по гостелу и ходить подрабатывать у него пару фотографий есть у него там с половником стоит у него забирает телефон отбирать фотографии разворачивают и отправляют домой потом люди удивляет я видел фейсбуке объявления хочу поехать в америку по визе b2 как можно найти работу почему но ведь он на фейсбуке же не взяты пишет от своего имени то может быть там как то люди не знают фейсбуке находится своя полиция то есть он как бы под колбаком весь и ай сидит и фбр сидит 50 лет это появляется а может может быть такая вещь вот есть как бы серьезное обсуждение того что youtube который отвечает той часть ютюба который отвечает за российский сегмент русскоязычный сегмент что она каким-то образом контролируется кремлем гибуха и там или что-то такое я не знаю но может такое быть все может быть я знаю только одно была какая-то проблема с итогом одном из моих дел и американа пожаришь американский youtube река спуска на русской платформе мы за это не чем ответственность вот так даже не все может быть все может быть и когда люди говорят давай пообщаемся по вайбову чтобы нас не заметили по ватсапу то это глупые наивные люди то есть все это просматривается прослушивается прочитывается по поводу алексы меня алексы напрягает потому что сидит у тебя в доме такое подслушивающее устройство и все слушает подряд а кто нибудь слушает скажите мне пожалуйста мне тому которого за спичками выше что такое микс алекса такой помощник ты вопросы задаешь алекса включи свет алекса какая сегодня погода алекса там какое у меня настроение что я сегодня сказал лишь все 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 я вспомнил я своя гумеет любимый кассу и там у него это алекса было писать да да так вот я я не сайбер секьюти не занимаюсь поэтому артиста тихо чисто теоретически все что имеет интеллектуальный ум технически все можно до тех пор пока не посадили не поймали никто не я знаю что когда топчешься по телефону есть определенные фразы до которого срабатывать компьютер как-то не все если бы разговаривать что террории золото валюта икра у нас совсем не кушал золотой кубочкой на застень кушал золотой кузы как-то позвать им ножками то что красный куча приедем на припучине как это было за что за стенка кушать что что вода стрим кушают сейчас поедете вот так вот facebook многие недалекие люди выставляют фотографии своих детей на фейсбук они сейчас эти они показали гордятся они показки садики дети ходят какие мероприятия дети вот я пытаюсь объяснить что это очень сильно опасно что фейсбуке а вот и целая банда педофилов целой секты готовы смотреть и детей и такого ребенка могут заказать и заказать могут и боли потом это может попасть и найти легко чем потому что они покажут снимки машины потом платье сплэйта на посаде крибин вот это опасно у меня и сыном до спорта гоника ни разу его фотографии не было ни на одном и никогда не будет на ю тубе я бы не советовал или показывать так чтобы не было понятно где-то снимается а вот мы со светлой понятно же где мы заходим я думал что педофилов находится не будет не педофилы но вообще есть криминалы которые да как у нас мы когда я но когда работал на прошлой работе как были по допустим бандиками чтобы разбирались 22 афроамериканских деньги агентства зашли куда-то начнут в ресторан покушать сделали чеки на фейсбуке и через 15 подъехала машина застреляли попросить то есть начинают осваивать новые пространства конечно как как она полиция проводит операцию в каком-то районе особенно не дополнил они мне доказать нет неблагополучно брака то они блокируют и специально блокируют все мобильные телефоны в этом районе чтобы они начинают передавать по эсмэсам то есть полиция работает у нас они все это блокируют интернет и все остальное можно так да конечно ну хорошо давайте про про тех людей которые в иммиграции значит мы поговорили про иммиграционное мошенничество а вот там то что называется domestic violence да вот там парень побил жену это большая проблема сейчас вам скажу я изучал эту тему очень сильно появилась кастом американских мужчин это по последние 10 лет я мушам конечно вам не дают американские женщины не дает по каким-то причинам потому что они лузеры потому что может быть они имеют криминальная кожа они не имеют работа не имеют нормального дохода они имеют проблемы с нападениями все такое они не могут обстроиться здесь то есть проблемные облим нарушил уже норовит вот такую что они делают жертву что они идет они уходят на сайт и знакомств и находит девочек из таких мест как белоруссия украина россии но из деревенских мест из глубинок попроще попроще где девочка хочет вырваться потому что там нет будущего красиво выглядит он лицей с америки даже приехать под американскую прессе так дорого стоит может приехать может красиво ухаживать концерт и девочка приводит сюда приходит сюда и он и она сразу попадает она часто бывает что он живет просто в домике на колесах или там какая-то таком до квартиру в которой столько гарбич и 20 кошек вот но уже она приехал как бы америка красиво все надо не детьми даже приезжают и первые три-четыре месяца не будешь нормально он ее любит у них все хорошо он ее там пока уж не не наиграется потом она ему надоедает и вы хочет не спать на тихо другую женщину но что они такие люди не могут держать долгие стабильные отношения это начинается домашний террор а избиение а унижение запугивание то есть они все таки на голову бальдом запугивание потому что запугивание почему потому что он не говорит что ты никто и никто тебя звать не как я тебя выкинул а еще он может знаешь что он может еще не оформлять и пока документа это самое интересное что не оформляет документы так у нас но аксепшн на справа линия можно слева линия не держать нет мы люди когда послушные вот и к лучшим и вот такие издевательства вот когда приезжает полиция так как он хорошо как на английском а девочка так плохо часто забирает ее не его или он доводит до сумасшествия очень много таких случаях у меня бывает им этим девочкам помогаем нет 5 шелтеры а еще есть эта дочка хотят ему ребенка да вообще просто конец помню вот поэтому семейное насилие у нас больше стучат девочку с беларуси убили и муж ее молотком по главе забил американец анастасия очень тяжелый случай она тоже девочка на тормозах врачом а он просто сумасшедший американский сумасшедший которого ко всем и ревновал ее и кончится что и убил на глазах ребенка вот так о чем и говорит не был общий ребенок а общий ребенок и когда я поднял документы по этому делу я увидел что осенит насилие в семье уже был на протяжении пяти лет начали теле приезжала полицию жала полицию загонял шифонерам было она не уходила она терпела потому что видно и некуда было идти вид одна училась маленький полиция тоже как-то не хорошо получается как что же они так то честно сказать честно они довели до этого фото у нас дарится в америке будет отвратительно и я скажем буду будь я в общем-то близко да вот отвратить на эти музыку уберем да вот отвратить на полиция меня даже на удивляет как американская полиция в общем-то но не правило прописано они приезжают тогда когда нужно 9 11 когда кого-то тут убивает когда-то что-то происходит если приходишь и говоришь там что у тебя дома что-то происходит то у меня в случае девушки не пришла полиция для меня муж при следует бывший нибудь бой френд не следует стакет сайбер с таким там на интернете все а протесты от мы ничего не можем сделать вот мы сделаем его информация под идите делать и аудиопротекшем то приходите к нам вот и действительно полиция вот не очень хорошо но то что он не имеет прав не подходить на там еще подойдет больше на на 50 ядов и тиксу в суд судья дом она за это никто ли где-то не держится но если делать это может подойти до полиция будет не важно поэтому что не терпите насилие если ваш муж вас один ставил до этого достаточно достаточно чтобы чтобы уйти как минимум как минимум уйти и не но это не что документировать как-то не нужно я посылу как минимум уйти как минимум они как не а куда уйти а я еще с ребенком на ноге когда он стоит на коленях и умоляет о пощаде кстати я забыл так мы забыли банк заехать вас кистицы будет что не проблема да так вот я познали банк заехать как мне надо уйти как минимум я шелтеры у меня всегда русская девочка на менеджер таком шелтеры и люди приходят я слышал они рассказывают это записывается им дают психологов они дают комнату где жить их поддержит и все остальное а если у нее еще документов нет вот чего нашел не имеет значения но тонны а слушать а ведь на этом основании можно и green card у получать правда если бы было можно не совсем если вы тебя юлийте немножко дугается надо быть свидетелем какого-то преступления больше нет нет есть такое что допустим глава пуман и гейс маянс акт плава называется но только если ты подал документы на по-моему и тень и после с кем-то встречался не подал документы делать не может когда вон на документы на потом твой там уж точно тебе вырывать год и тогда же время гайка тут опять они адвоката примерно заранта жить и сделать нужно быть вправе в процессе да да но обязательно уходить шелта к друзьям я не знаю в гостинице где что нельзя остаться чем в итоге объем тебя потому что все не пьет кулаком за туда это молотком обязательно звать полицию то есть статистика такая что если дал кулаком то вероятность то что даст молотком очень высокая я считаю так это мое мнение мужик мужчина который поднял на женщину а как же вот они в россии там уж половины биты мужчина мужчина который поднял на женщина руку не мужчина все это же столе я вот счет твою я бы у меня у вас и не были такие случаи когда мужчины пили своих женщин а если она я извиняюсь сучка чтобы она не была понял чтобы она не была я сюда твои мужик когда мне близкие ослепляющего мужикам хочет от моды были научно 1 2 2 метров афроамериканцы наберем я хочу на это посмотреть я считаю что она женщина потому что она мать она сестра она чья-то дочка да какая бы она ни была появились быть мужиком уйти да вот но бить жену любовницу там не знаю девушку хорошо светочка у нас сейчас не ты можешь отдельно в своем стриме поговорить об этических аспектах а мы вот так полезно и пытаемся уйти может полицию найти свидетелей так и не прощать кроме да потому что они про они прощать любят конечно а вот анастасия 5 лет прощала да лучше мотком по голове а вот кроме например домашнего насилия какие еще бывают такие вещи а вот например детей отнимают у людей что что происходит но дети отнимают людей опять-таки а после рождения учительный специалист давайте где специалист она не она хотите одним от когда когда из какой-то семейное насилие на детьми но очень часто тоже идет прикос да и допустим если ребенок пошел до школа у него синяка он где-то полна улице ученица увидела то что может позвонить в чар протяжен сервис приедут эти идиоты это назвать идиотами и да вот и могут прошли большие проблемы водителя не могу и заставить пойти через какую-то школу какую-то вот но чтобы не забрать ребенка тоже очень тяжело это надо очень сильно постараться очень сильно постараться я не знаю но погода воде такая хорошая хорошая ну хорошо плавно спасибо мы тогда значит нашу без него продолжим беседу наш да вот и на этапе таскать за рулем мы за и страницу внимание мошенники заходите давайте свои истории мы будем помогать внимание мошенники фейсбуке да